Вот сейчас у нас с фундаментальным таким докладом Мазаров Михаил Ефимович, наш профессор, организатор конференции, он уже анонс этого доклада сделал в качестве приветствия. Сейчас давайте послушаем его доклад, заодно выйдем из положения с докладчиком. Пожалуйста, Михаил Ефимович. Ну, я весь доклад все-таки не смогу приводить, потому что время. Ну, вот вначале все-таки я парочку кадров покажу. Следующий. Следующий. Вот это вперед. Вот по сознанию, тематике которой посвящена наша конференция, вот одних монографий, вот типа тех, которые я показываю на экране, вот сознание, сознание и мозг, мозг и сознание и так далее. Больше полусотни, больше полсотни, это по сознанию. По мозгу больше двух сотен. Вот я просто книжки показываю, но интересно посмотреть эти красивые картинки. Теперь по поводу ученых. Значит, еще в древние времена сознанием и мозгом занимались. Вот эти вот ученые, которые, наверное, всем известны достаточно хорошо. В наше время, вот российские ученые, вот я так галопом, но иначе просто не получится. Сеченов, Бехтерев, Владимир Михайлович, Иван Петрович Павлов, Петр Константинович Анохин, который у нас у всех, как говорится, на уме. Бехтерев, Бехтерев, Дубровский Дмитрий Израильевич, Черниговская, Константин Владимирович Анохин. Вот, иностранные выдающиеся ученые. Вот я на уровне картинок показываю. Фрейд, вот первый ученый, вот особенно сознательный, бессознательный он. Эйнштейн, тоже вам знакомый, Эклс, Хоффман, Эдельбан, Хомеров, это который упоминался вот предыдущим докладчиком. Подожди, подождите. Хомеров упоминался как автор вот сознания, клеточного сознания на основе микротрубок. Барс, Чалмерс, Крик, Крик – создатель ДНК. Танони. Считается, что он больше всего по математике сделал. Хотя, вот я там некоторую критику выскажу потом. Вот, перевосознание. Значит, вот в одной вот книжечке, которая вам дается, вот там есть определение, полсотни определений в сознании. А на самом деле нет, больше. Потом бывают определения ментальные и материалистические. Но вот здесь вот, как бы, я придерживаюсь материалистического определения сознания как некого потока. Значит, этот поток, вот, началось это все в Джеймсе, в Уильяме Джеймсе, в 1890 году уже по коробеку прошло. Которые утверждают, что сознание – это поток. Поток река, в которой мысли, ощущения, воспоминания, ассоциации постоянно перебивают друг друга. Причудливо, нелогично переключаются, в них нет ничего объединенного, он течет. Река или поток – это метафоры. Вот это их же придерживались такого же мнения. Вот, например, и Иван Петрович Павлов, который сказал, вот, если крышку головного мозга убрать, то вы увидите, как поток вот всевозможных световых пятен, которые двигаются по поверхности мозга, вот это и есть сознание, ну, вернее, его свет. Ну, Крик вот тоже самое его поддерживал. Значит, БАС тоже поддерживал эту теорию. У нас Дмитрий Дубровский, который считал сознание это некой информацией, и, наконец, Константин Владимирович Анахин, который вот предыдущий оратор, юмор, Евгений Антонович, критиковал вдоль и поперек, поскольку он говорил, что вот здесь теория, а вот все основное – одни только названия. Но, правда, надо сказать, что все-таки Константин Владимирович Анахин глубоко угадал, что такое сознание. И вот я попытаюсь по ряде пунктов его так защитить довольно сильно. Значит, откуда это пошло? Вот была по телевидению конференции, и там выступал наш главный Швудхов. А Швудхов, может, вы его знаете, он был министром культуры раньше. Он собрал выдающихся ученых России, вот сейчас Анахин, Константин Владимирович Балабана Павла Милославовича, потом из Новгорода, ну, из других городов. И вот как раз там основным вопросом было отражение, что же такое сознание. Вот. И Константин Владимирович Анахин сказал, что и возможно ли открытие в этой области. Он сказал, открытие вряд ли возможно, потому что уже столько, понадобится, открываешь, дальше некуда. А вот звери по отдельным, так сказать, вопросам сознания. И даже, может быть, звери прорывного характера, возможно. Вот с некоторыми из них я вас познакомлю, я думаю, вы получите даже удовольствие. Вот. Ну, сейчас огромный материал экспериментальный по исследованию сознания, мыслей. Я только вот так же в виде картинок вам показываю. Вот просветление мозга, значит, которое с помощью специальных просителей, которые из водорослей и кидаются, и используются для исследований на уши, мышек в основном. Вот, например, ПМФТ. Вот когда человек думает, о чем-то, видите, красивые возникают области, а если ему скажут просто представь мысленно, и вот оказывается, то же самое получается. То есть это сознание уже работает. Вот тут два варианта таких интересных. И вот, например, человек, вот когда он смотрит с стул, видите, вот слева что происходит, ну, в мозгах это с помощью ТНРТ. А когда ему скажут, представь стул, ну, вот как вот на правой картинке, то же самое возникает практически. То есть, видите, сознание, это вот реальный материальный процесс в новости. Вот, ну, то же самое, вот вы иногда слышали, нейроны Клинтона, нейроны Бабушки, нейроны Путина. В некоторой области, если которая возбудит, то вот четко возникает вот картина вот этих образов. Вот, ну, здесь вот тоже такая немножко иллюстрация. Вот человек видит собачку, в голове у него возникают некоторые импульсы вот справа, а эти импульсы вот дают тоже образ собачки. То есть, если вот возбудить вот эту часть мозга, которая вот дает образ собачки вот так низопокарно, то мы тоже самое получим. Вот. По поводу сознания, что мы уже сказали. Вот, и по поводу защиты Александра Бабировича Анафина тоже, наверное, будет интересно. Мы не даже его все время так вот. В течение 10 лет его там критикуют, критикуют и критикуют. На что он прибавил, что он в теорию когов. Ну, вот там написано, что когов это единица когнитивного опыта. Логия этого соединения когов. Когнитон, который яростно критиковал Евгений Анатонович и Матер, он когнитон, как говорили, он говорит, что когнитон. Это вот некое соединение гинкера. Вот. Ну, вот, картиночка, как и про москоп показывают, гинкеры, когли. Вот там ходят. Они сужаются, потом опять совокупность когов образуют гинкеры и так далее. Вот оценки теории по Анохину. Значит, Анохин предложил оценивать теорию сознания с помощью вот таких диаграмм, как здесь показано. Причем он выделил вот теории, которые вот там справа показаны. теория селекции нейронных групп, теория нейронных традиций, теория глобального рабочего пространства. И теория Танон. Вот там, внизу справа показано. И вот его мнение вот о том, насколько ценна эта теория. Ну, по поводу теории Анохин, да, Танон, это биологище, нейронизологище считают его математикам, но он тот же самый биолог Анохин. Вот в последнее время появилась яростная критика всех его теорий, хотя бы точность его хвалит, что это просто художественный цирюк. что творит Танон, там пять его кистулатов и так далее. Так что отношения самые разные, не только разные как по-моему. Значит, вот предложена материальная структура формирования сознания, материальная макроскопическая архитектура, значит, она просто макроскопически отражает наиболее важные части сознания. Ну, вот тут написано, что такое. Первое это сенсорное устройство, второе преобразователи, сейчас это его бухты, обучение и так далее, то, что до мозга доходит. А третье это наш уважаемый мозг, и четвертое преобразователь трафика сознания управления внешне, внутренне и так далее. Вот. Но я тоже подробно не останавливаюсь. Значит, диплом об открытии вот это по поводу описания крестинга, официальный диплом это рассматриваться как открытие. Тоже не останавливается. И вот я хотел бы также коротко сказать все-таки что же такое сознание. Вот сознание это поток, мы все великие замечательные ученые, включая там Амонос, Меджеймса, Крики и так далее, поток соглашается. Но из чего он состоит этот поток? Из электрических импульсов, которые гуляют по траве в больших получают. И все просят, что это не так. Вот Эдематор так четко переставал. Буквально вот все сообщество мира физиологов считает, что вот эти импульсы в Гаваномозге это не то, что сознание. Это не то, что сознание. Вот так. Мне сказали так говорить. Я и говорю без... Вот так. Лучше? Тогда я так буду, да. Значит, сознание поток импульсов, которые гуляют по корею головного мозга. Однако, вот действительно, сейчас в последнее время стало понятно, что это не совсем так, что с сознанием связаны так называемые условные рефлексы, которые зарабатывает человек, там, животное, во время своей жизни. Вот. Для образования этих условных рефлексов используются теории Хебба, теории Ухтомского, вот как тут отмечено, и так далее. Тоже я так, мельком. Значит, образование условных рефлексов сумасшедшим образом, по скорости, происходит во второй сигнальной системе. Значит, если условный рефлекс, вот, допустим, на основе первой сигнальной системы, образовываться, ну, вот как собачка учит реагировать на свет, чтобы у нее выделялась слюна, это вот выдающаяся работа Павлова, то для этого нужно месяц, два, три. А вот условные рефлексы с помощью второй сигнальной системы, могут вырабатываться за одну, две, три секунды. Вот представляете, вот разница какая, даже за одну десятую секунду. Вот, и поэтому они являются основным, так сказать, одним основным способом формирования сознательного человека. Вот тут я красным шрифтом выделил, сколько же этих условных рефлексов должно быть для того, чтобы человек был разумным тем существом, который покорил всю природу. Вот, оказывается, нужно-то, вот вы не поверите, это может быть для некоторых неожиданно, порядка десяти, двадцати, тридцати, ста миллионов. Откуда они берутся, возникает вопрос, что вот сто миллионов условных рефлексов. А вот как раз вторая сигнальная система их и нарабатывает с невероятной скоростью. И еще один вопрос, где эти вот такое бесчистое множество этих условных рефлексов может храниться? Это вот как раз так называемая память, не активная, а вот неактивная память. Да, 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 вот я там, была картинка, активная память, она примерно пять сотых от всей занимает умственная деятельность человека, а вот вот эта скрытая память, примерно девяносто и больше процентов. Вот там и хранятся вот это бесчисленное множество этих условных рефлексов. Вот теперь вот как они значит вот при оценке любой схемы сознания значит первые возражают психологи, философы. Они а как вы можете объяснить квалию? Вот квалию это вопрос на котором все вот никто не может толком ответить, ну все философы и и так далее. Значит это ну вопрос простой. Вот мы видим вот например здесь вот красный вот красный с полкоричневого вот как почему красный с какой статей вот та вот схема о которой я вам приводил она объясняет как раз вот если определение определение сознания брать на уровне как поток условных рефлексов то это фактически условный рефлекс на красный он записан один из ста миллионов и когда вот вы видите красный вот этот один из ста миллионов условных рефлекс активируется и вот видите вы например вот красное яблоко вот себе говорите ну представь красное яблоко и вот оно перед глазами а если вот мы три смотрим цвета красный зеленый синий и RGB система из трех цветов то уже мы видим целые картины вот как показано купание красного коня уже не только красный яблоко а уже купание красного коня и так далее вот вот кодирование сенсорной информации как происходит не останавливаясь главным кодирование сенсорной информации доходящей до мозга это это значит кодирование номером канала все знают все слышали что это такое вот как это происходит никто не знает вот немножко я постараюсь пояснить как это происходит ну конкретно вот там три работы внизу приведены в одной из этих работ подробно объясняется вот теперь по поводу математических моделей тоже мельком ну очень быстро но первая математическая модель создания на основе нелинейных дифференциальных уравнений с малым параметром перед производными это целая наука вот есть монографии на эту тему значит вот две группы уравнений одна из которых генерирует быстрый импульс это малый параметр уравнение группы уравнений с малым параметром вторая группа это уравнение которое генерирует медленную часть медленная часть импульса так называемые медленное решение вот ну останавливаться на этом я не могу хотя вот некоторые очень интересные иллюстрации чуть подальше я сделаю вот вторая математическая модель сознания на основе интегральных уравнений второго рода вот они здесь показаны значит это нелинейные дифференциальные уравнения второго рода с ядром ядро тут же же н нелинейности и т вот там видно после ядра идет нелинейность f от v от t это взаимодействие между этими отдельными группами нейронов и еще вот значит сумма справа это так называемая синхронизация нейронных ансамблей уже синхронизация нейронных ансамблей целая наука я вот буквально одно упоминание об этой науке тут даю вот и наконец да и значит это мы получаем с помощью этой системы нелинейных интегральных уравнений так сказать импульсная активность нейронная но не само сознание а сознание это уже условные реакции от условных рефлексов вот на это возбуждение вот которое хранится вот в скрытой части нашей памяти за ним ну вот которые содержат порядка более 10 миллионов условных рефлексов это уже проверено почему это даже можно посчитать вот было открытие но поскольку не все знают я его более подробно скажу значит было обнаружено что человек у человека в голове за сутки вот пока он не спит проходит около 6500 всяких разных мыслей вот 6500 это разными способами было доказано вот в этом суть открытия вот значит у нас Каплан этим занимался это впервые в Голландии было сделано вот если посчитать сколько вот этих мыслей пробегает в течение допустим 10 или 50 лет то есть как раз получится 100 миллионов вот та цифра о которой я говорил и наконец вот еще в этом уравнении тоже я мельком говорю использовалась аппроксимация ядер интегральных уравнений Вольтера с помощью функции одной переменной n вместо того чтобы 3 переменных x, y, z по пространству оттока n но вот здесь удалось доказать теорему что функцию n переменных может быть представлена функцией от одной переменной аппроксимирована функцией одной переменной и вот эта теорема как раз там и используется первоначальниками вот этого направления это целое направление на самом деле опять же вот один кадр это целое направление это огромная лекция это Калмогоров и Арнольд этим занимались но они занимались представлением функции n переменной через функцию двух или меньшего там числа переменных значит когда эта теорема была доказана это весь университет но буквально стоял на ушах как долго это ждали эту теорему и как она была желанной но в данном случае не представление а аппроксимация функции да недостатком вот этого представления Арнольда и Калмогорова было то что теорему это доказали а вот сами функции реально никто не мог построить они очень сложные то есть громоздкие сложные для практики это не годится а вот если говорить об аппроксимации то оказывается что такие функции легко построить и удобно использовать чтобы что и было сделано вот теперь дальше значит связь с когами и локами была разработана система построения когов и локов вот для этого использовался вот такой вот алгоритм тоже я на нем подробно не останавливаюсь подробнее вот снизу несколько работ в известиях Академии наук они опубликованы в основном значит вот как это сделать реально вот тут показано и вот они позволяют вот эти алгоритмы генерировать реакционные колебания а вот реакционных колебаний в человеке великое множество погромче пожалуйста реакционных колебаний вот сейчас слышно в теле человека великое множество вот например сердце показывает видите реакционные колебания справа его для них как бы имеется быстрый импульс и медленное восстановление оши для них характерно а вот мозгах мозгах оказывается что этих реакционных автоколебаний очень много вот ближайшая цифра 300 что вот например там пирамидальные нейроны одно генерирует корзин 4 другое нейроны пуркин е 3 и так далее больше трехсот вот и теперь вот ну насколько вот хорошая там вот модель о которой я упомянул вот были построены вот например вот я не могу сказать вот например снизу реальные колебания в мозге а вот второй ряд аппроксимации вот видите вот это вот реальные а вот это вот то что построено с помощью вот тех уравнений которые я показал вот в легком например очень сложная была работа но тоже она успешно выполнена вот например экспериментальные данные а вот это вот теоретические данные то есть релевантность исключительно такая хорошая и вот наконец очень сложный экзамен вот для этих уравнений вот есть такое свойство адаптация и спайковые и нейронные спайковые нейронные сети вот тоже блестяще решается вот этим алгоритмом вот теперь вот дальше пойдем значит следующий раздел вот я думал с него начать но вот поскольку время дали повышенном количестве я еще раз сказал про мозг и сознание значит была разработана инструментальная теория обучение на чем она выдающийся она выдающийся вот чем если вам нужно распознавание каком-нибудь изображении в обычной нейронной сети но вам нужно она решается с помощью так называемого сейчас весь мир этим пользуется обратное распространение ошибки то есть по базе данных строится некоторый набор весовых коэффициентов перцептронов нейронных сетей если микрофон пожалуйста поближе к рту если выходной сигнал не устраивает то эта ошибка корректируется до тех пор пока хорошего согласования не получится но это вот для пяти десяти там пятнадцати и так далее ну в данной работе оказалось возможным вот есть патент на это инструментальное обучение с помощью вот этого патента и фактически с помощью карандаша линейки и калькулятора даже калькулятор не обязательно нужен если у меня счет хороший то и не обязательно оказалось что можно вот такие задачи распознавания решать не только до десяти а вот буквально до сорока это вручную если же входных сигналов больше там сто тысяч миллион то используются некоторые модификации этого метода но я тоже ее отмечу вот ну вот пример вот блок схемы такого распознавания вот пример буква t видите вот это все вручную построено вот это вот картинка это вручную буквально 10-20 минут значит вот она позволяет распознавать распознавать три буквы l t x ну это вот такой пример для иллюстрации вот здесь вот t буква t ну вот она и распознается вот видите вот с помощью вот этой вот системы с помощью нейронной сети построенной с помощью карандаша и линейки линейки калькулятора тут не требуется вот более такой эффективный пример распознавания уже десяти букв английского алфавита ну тоже с помощью карандаша и линейки полчаса работы если метод обратного распространения ошибки то уж неделю точно вам понадобится для решения этой задачи вот а здесь вот распознавание уже двадцати шести букв английского алфавита я сказал до сорока можно вполне ну калькулятор тут не требуется в уме можно посчитать вот поэтому вот слева показаны представление вот этих букв в бинарной форме справа процесс распознавания вот двадцать букв алфавита и вот распознавание двух букв c и x распознаются вот красным это показаны те кластеры которые ответственны за распознавание этих двух букв а для распознавания всех других букв кластера показаны желтым цветом желтым цветом вот теперь вот оказывается что коди которые Константин Владимирович Анохин говорил о них что они являются составляющими когнитомов линкеров и так далее вот это как раз образец построения вот этих когов то есть на самом деле вот те его предположения которые вот яростно критиковал Евгений Антонович Виматов на самом деле они могут быть экспериментально реализованы и результаты достаточно релевантные получается тем что вот на самом деле и вот например вот здесь вот показан вариант когда двузначное распознавание то есть один и тот же регистрирующий нейрон регистрирует как бы распознает один и тот же нейрон на два входных сигнала вот вот такое получается вот вот когда болезнь есть такая раздвоение очень тяжелая болезнь трудно излечимая это вот как раз ее модельная аппроксимация болезни значит можно здесь вот два примера когда вот одному нейрону вот допустим ну вот этому нейрону соответствует вот два входных разных входных сигнала один вот черным идентифицируется вторым белым светом второй белым светом вот сейчас можно все доказана теорема существование единственность этого распознавания но я не буду вас отвлекать этой теоремой хотя казалось она сложная но в итоге ее удалось доказать и вот обобщение на случай когда они 40 входных сигналов по допустим 100 тысяч 100 тысяч миллион блестяще ой великолепно все решается и очень быстро при этом никаких методов обратного стране ошибки не требуется поэтому и быстро вот и вот так же замечательно это все возможно в избирательных нейронных сетях и вот кстати избирательных нейронных сетях которые вот тоже я публикации по ним показывал их можно если набрать в интернете то эти публикации можно посмотреть и вот самый тоже интересный момент вот здесь вот видите вот если посмотреть вот сколько же можно вот этих фугов о которых говорил Анохин построить значит видите n факториал деленные на n минус m факториал m факториал то есть это если поставить какие-то конкретные числа характерные для ну для мозга то немеренное количество на самом деле что вот константин владимирович наверное имел в уме так и вот пример когда вот это вот распознавание с помощью инструментальное распознавание используется для распознавания полноцветных изображений полноцветных изображений ну результат тоже очень эффективно можно это делать здесь я просто вот показываю результаты вот видите используется только не бинарные пиксели а более сложные вот если например черно-белое изображение то например в телевидении 256 градаций может быть но это все можно отразить достаточно просто а если цветное изображение то еще надо rgb как бы три вида этих сетей но главное что это блестяще получается вот примеры работы этой программы ну если методом обратное распознавание ошибки но это очень долго месяца если не больше а качество изображения вот иллюстрируется вот этим графиком представляющим собой некое матрицу этого распознавания умноженное на транспонированное не останавливаюсь я на этом вот вперед по поводу долговременной памяти это уже ближе к концу если я вам не надоел только вот значит вот те значит те вот картинки которые мы строили с помощью карандаша и линейки они фактически являются ассоциативной долговременной памятью вот ну например они вот здесь вот память буквы т вот заложена вот в этих вот в этом вот в этих линиях которые идут регистрирующими нейронов вот если мы распознаем 10 10 вот букв английского алфавита тот например ассоциативная память буквы а вот здесь показано если мы ее вот возбудим вот видите стрелочка показана вот этот регистрирующий нейрон то вот воспроизводится буква а вот то есть вот коги в данном случае очень здорово работают коги и линкеры которые Константин Владимирович говорил вот я его так активно защищаю вот а теперь вот сколько можно этих когов и линкеров построить вот с помощью вот этой технологии инструментального обучения но здесь вот показан пример когда с помощью тридцати нейронов мы строим тысячи тридцать тысяч этих вот внизу это показано вот распознаются цифры вот распознаются цифры распознаются цифры вот до десяти тысяч если 60 регистрирующих нейронов то можно распознавать миллион этих когов вот как раз то что и нужно для образования вот этой памяти скрытой большой памяти где вот по предварительным расчетам около больше десяти миллионов условных рефлексов и хранится которые мы набираем в течение своей жизни вот а это пример применения медицины но может быть это мало меньше интересует значит здесь как эти строятся как эти строятся нейронные сети и обычно берутся те симптомы которые существенны для определенного круга заболеваний ну в данном случае взяты 24 симптома характерные для инсульта 4 4 вида инсульта вот инсульты он там показан микроинсульт ишемический инсульт геморрагический и спинальный инсульт 4 вот и вот показана вот эта нейронная сеть которая может быть использована для распознавания но все это очень быстро и доступно любому квалифицированному врачу вот я думаю что в этом пользу вот этой инструментального метода обучения что не обязательно математик или вот специалист по информационным технологиям может пользоваться вот любой квалифицированный специалист даже гуманитарного профиля может великолепно создавать образы писать статьи там и так далее и вот теперь по поводу три вопроса основные которые по памяти я уже заканчиваю значит как память формируется как память хранится как память избирать не извлекается это вот из работы анохин я эти беру вот здесь вот показано вот каким условием удовлетворяет вот это инструментальное построение ассоциативной памяти оказывается что все основные свойства биологические памяти вот оно может отражать ну например в реальных биологических условиях память образуется есть вот в настоящее время три теории памяти синаптическая молекулярная и дендритная теория памяти ну вот оказывается дендритная теория памяти ну просто вот намного вперед убегает вот в смысле аппроксимации вот этой долговременной памяти я например один только пример из того что здесь вот пять посмотрите пункт пять синаптические свойства преобразования долговременной памяти если посмотреть нейрон вот микроскоп то он покрыт синапсами в немереном количестве но синапс это все пузырьки которые создаются уничтожаются ну так сказать мгновенно а вот дендриты если вот для построения долговременной памяти используется вот как в инструментальном методе обучения то оказывается каждый дендрит после его построения укутывается олигодендроцитами олигодендроциты это тоже нейроны которые выпускают такие вот как бы ленточки которые эти дендриты окутывают и вот такие дендриты могут храниться не только день два три там или месяц они пожизненно могут храниться это вот белая часть головного мозга ну и так далее то есть вот если взять за основу дендритную теорию памяти то она вот все-таки является наиболее эффективной для построения долговременной памяти так и вот теперь формирование немножко сравнения вот это предлагаемое макроскопическая архитектура сознания о которой я говорил тоже она релевантным образом в мозге генерируется вот если посмотреть вот что происходит вот под этой самой корой головного мозга то это сплошные вот эти дендриты белая часть головного мозга вот ну и в некоторые приложения вот фабрика индустрии 4 которая работает сейчас в Черкизове там 850 рабочих заменены 120 рабочими которые блестяще справляются с производством колбасы любых сортов так и теперь вот это уже разработано робот-учитель для эффективного обучения иностранным языкам вот тоже на основе этой архитектурной вот на основе этого архитектуры сознания о которой я говорил вот ранее тоже великолепно работает обучение иностранному языку превращается в некую песню которая нравится и которой можно изучать очень сложные языки например китайский вот например пример работы ее ну а вот это конец спасибо ну вы знаете я не специалист в немонической памяти лучше вам специалисты ответить но это связано да это безусловно все связано с образованием памяти вот да спасибо спасибо Ну, хотя бы чем? Тем, что сверточную нейронную сеть надо обучать до потери сознательности, ну, я так условно говорю, недели, месяцы и так далее. Годы, вот сейчас много коллективов работают со сверточными нейронными сетями, применить на глубоком обучении, но они получают огромные деньги, работают месяцами, годами. А вот то, что я говорил, это либо минуты, там, получасы, часы, ну, и главное, все наглядно. Линейки, линейки. Нет, они отдают распознавание, качественные. А кому вы сказали? А модель Хопфилда. Хопфилда? Да. Она родная какая-то модель с садильной памяти. Ну, каотер, что у них спецификация? Ну, нейронная сеть Хопфилда – это нейронная сеть с обратной связью. Обратная связь со второго нейронного слоя. Она обучается только методами обратного распространения ошибки. А вот так вот от фонаря ее не обучишь. Нет, ну, главное, что быстро. Я-то могу это сделать за полчаса, если вот методом обратного… Там неделя, там неделя, ну, не, ну, простая, да, доля секунды с помощью… Мы делаем это просто более планетно… Это… Это… Да. Это… Это… Да. Это… реакция на условные реакции. Реакция… Реакция. Реакция. Реакция на условные рефлексы, которые хранятся в нашей голове. И… А в течение, я же вам объяснил, в течение, значит, если вы возьмете, например, обучаете собачку, вот условному рефлексу выделения слюны, то это месяц работы. А вот наша вторая сигнальная система позволяет обучаться не за месяц, а за одну, две, три секунды и даже за десятые доли. Но английский язык – это очень информативная система, которая огромное количество информации содержит. И для того, чтобы всю ее перебрать, вот эту огромную информацию, за две-три секунды вы не сделаете. За три-три секунды – это один акт образования, один условный рефлекс. А для хорошего перевода с английского языка вам нужно уже миллиончик, миллион этих условных рефлексов. Поэтому и время больше. – Да вы знаете, я знаю, это философские проблемы. Просто мне бы философии не хотелось бы. Философии просто не хотелось бы сейчас, ну, так копать. – Совершенно верно. Это один из рефлексов. Нет, ну, можно с этим спорить до потери сознания. Я вам просто скажу, это вот философы этим и занимаются. Дело в том, что вот я вам такой пример приведу, вам понравился даже. Вот была одна девушка, которая 17 лет, по-моему, вдруг у нее возникло зрение. И что же она видела? Ну, все брестницы черные ее расплачивают, потому что она видела только мелькание черных и белых пятен. А когда мама, бабушка, дедушка, бабушка, ей вот говорят, что вот это пятнышко красное, и повторили это много раз, то у нее вот эта рефлексия образовалась, и когда ей показывают вот это вот красное дядочко, она говорила, это красное. Вот вам, пожалуйста, клали. Ну, он подходит под рефлекс, а вы считаете, что нет? Ну, это можно обсуждать. Да. 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 А, да. Ну, я хотел бы пополнить. Увара, но тогда, да, да. Вот все, что вы рассказали, вы это сделали ведь не сразу. Какое влияние на вот этот рассказ повлияло на звание «Ох», «Инг», то, что вы делали на ночь? Потому что то, что вы рассказали, вы как бы отдельно делали, а вы, как раз, не писали в полную лицу. А я вот могу вам сказать, что вот Константин Владимирович Анукин, я посмотрел на все очень давно, мы с ним дружим, и вот его теория мне как-то показалась, ну, релевантной, вот потому что есть. И мне очень хотелось вот как-то его и по частям, по отдельным частям обосновать эту теорию. Вы понимаете ведь, поскольку вы говорите, у него 100 миллионов в Армении, и которые никогда не будут решены, это очевидно. Ты говори, это реально. И то, что он, говоришь, понимаете, здесь неповеренно. Ты найдешь, сейчас я ему ответил. Ну, естественно, понимаете, то есть, на самом деле, я бы сказал, я не купила и то, и другое. Да нет, абсолютно. Потому что фактически создаётся группировка исследований. Это нормально. Это на вечеринке, да? Оно на вечеринке создаётся. Работки, работники, работники, работники создаются. Можно спросить. Государственные уголовники. Георгию Геннадьевичу отвечу. Георгию Геннадьевичу отвечу. Георгию Геннадьевичу отвечу. Конструктивный это тоже. Да, да, вот конструктивный. Вот, посмотрите вот сюда. Это вот как раз мы решаем не 10 миллионов уравнений, а только 4 уравнений. То есть, у нас простая автоколебательная система. Государственные описывают, какое-то неповеренность. Нет, я вот беру 4 уравнения из этих 10 миллионов и вот получаю результаты, очень релевантные, потому что вот реально нейрофизиологические условия получаются. Причем вот не только эти. Вот видите, вот это для легких. Вот в легких вот, когда увеличивается сигнал вот для одного легкого, левого или правого, то вот такие вот возникают электрические индексы. Я и с помощью своих уравнений, когда аппроксимация... То есть, это нормальный нелинейный геннадий? Да. Ну да. Ихаладий, Ихаладий. Причем зубные разные виды, глаза уходят. Ну да. Ихаладий, Михаладий, тут просто не становиться. Латуший не надо, знаете, и те парадиты, педагогические были. А вновь меня Латерло была одна. Вы почему бы его возмустили? А вот, может быть, самое главное, что он в частности и не знает вас плохо. Вальтерович, я вам покажу. Вот эти построенные красивые картинки, которые мы полностью деливаем с помощью уравнения дифференциальных с малым параметром перед производкой. Тут уже не грандаш людей. Вот. А это вот медленная часть. Ну, почему уравнение? Потому что с интегральными уравнениями очень трудно работать. Там только в основном численные, чтобы все решать. А вот эти вот как у вас алгоритмы... А у кого есть следующее? Следующее. Это интеграль. Это теорема аппроксимации функции n переменных. Пуисы от одной. Значит, это то, что с одним из львов, и там было где-то... Вот для построения вот того, что я вам покажу, вот эти уравнения используются, они являются обобщением уравнения Вина Розенблюда в 1946 году. Вот эти уравнения в 1946 году произвели просто хурор во всем мире, потому что какие-то неименее задачи с их помощью удовольствием решили. А это вот так вот продолжение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну так, огромное спасибо! Спасибо! Вот так вот... Спасибо! – Спасибо. Продолжение следует...